МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еженедельно по четвергам глава администрации городского округа Олег Фролов проводит совещание в формате «Предпринимательский час», куда приходит предприниматель со своими проектами, предложениями, идеями развития бизнеса на территории Кумертау. Абсолютно любой предприниматель может прийти как на предпринимательский час, так и ко мне лично, так и в отдел предпринимательства. Мы проводим сейчас политику полной открытости, доброжелательности и содействия для предпринимательства. Помощь для всех разная требуется. Это не обязательно финансовая помощь. Кому-то требуется помочь оформить земельный участок, решить проблемы с водопроводом, со зданием и прочее. В основном просьба касается каких-то проблем, которые, в принципе, с деньгами-то и не связаны. Но многие обращаются и зафинансируем. В этом случае мы оказываем им как консультационную поддержку, так и оказываем, так сказать, посреднические услуги, то есть налаживаем взаимодействие между ними и какими-то финансовыми институтами. Помогаем участвовать в различных программах поддержки малого и среднего предпринимательства, которых на сегодняшний день очень много. Ну и в то же время информируемых о данных программах, даже если они им сейчас не нужны, возможно, они воспользуются ими в дальнейшем. Сегодня на совещании было заслушано предложение индивидуального предпринимателя Владимира Сапунова об организации на территории городского округа производства акустических изоляционных материалов. Продукт мы создали, сейчас все получили на него и хотим сейчас в полный цикл запустить производство уже. То есть самим покупать целлюлозу первичную, измельчать ее, добавлять туда антигрены и создать свой продукт под финиш. Для этого нам необходима финансовая поддержка, поэтому я обратился, чтобы как-то вы могли бы содействовать. На сегодняшний день акустические изоляционные материалы такого уровня выпускает только американский производитель. Компания, которую представлял Владимир Николаевич, разработала свое ноу-хау-продукта, не уступающего по своим характеристикам американскому аналогу. Потенциальный производитель, опираясь на статью 5 требования к обеспечению защиты от шума федерального закона, технический регламент о безопасности зданий и сооружений, считает, что акустические изоляционные материалы будут довольно востребованы на рынке. О каком объеме производства идет речь? Какая обостребованность сегодня? У нас в республике очень жестко действуют нормативные требования по звукоизоляции и по акустике. Все объекты школы, физкультурно-оздоровительные, какие-то комплексы, ледовые арены, какие-то многофункциональные комплексы, везде экспортиза, допустим, требует предоставлять расчеты звукоизоляции и расчеты акустики. Проект достаточно интересный и прибыльный, отметил глава администрации города Олег Фролов. И, кроме помощи в подборе помещения, предложил индивидуальному предпринимателю рассмотреть вопрос резидентства его компании на территории, опережающей социально-экономического развития. МАОРТ, агентство производит территорию, это единое окно, которое ведет всех резидентов в полном объеме. Поэтому отрабатывайте. Индивидуальный предприниматель Алексей Шевыров предложил проект строительства придорожного комплекса на въезде в город на территории КПМ. В ходе обсуждения было выяснено, что техзона позволяет построить данный комплекс, но есть небольшие нюансы, требующие проработки и согласования с Росавтодором. В целом, проект придорожного комплекса был признан заслуживающим внимания и оказание необходимой помощи со стороны городских властей. Все дано в работу. Будем ждать согласования и работать в этом направлении. Елена Камалова, Артем Беляев, телекомпания «Арис». Большое количество снега стало поводом для проведения внепланового заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в Кумертау с участием представителей организации города. Председатель КЧС, заместитель главы администрации Дмитрий Гаврилов отметил, насколько вопрос стоит остро. Так, по данным региональной материологической службы, только за последний месяц осадка выпала в среднем 164% от нормы. Погодные условия на сегодняшний день достаточно нестабильны. Преобладает больше теплая погода, относительно теплой погоды. Что следствие, происходит моментальное практически скопление анализа сосулек на кровлях домов, либо иных учреждений. Также мы видим буквально последние 2-3 дня, насколько обильный снегопад. О себе заявляет по нашему городу тоже, что следствие образует скопление снега на кровлях многоквартирных домов. Жителей Кумертау обильными снегопадами не удивить. Проблема в другом. Из-за частых перепадов температур, нехарактерных для нашего региона в январе, на крышах образуются сосульки и наледь. Они представляют опасность для пешеходов, а также есть риск повреждения кровли и имущества граждан. Хотелось бы обратиться к жителям города Кумертау на предмет того, чтобы, во-первых, следили за путями на расследование своих детей, не допускали, чтобы дети находились и проходили рядом с потенциальной опасностью, с ходом снега. Об итогах недавнего рейда по выявлению несвоевременной уборки наледи с крыши информацию представил муниципальный жилищный инспектор Вадим Нагуманов. Было отмечено, что не все предприятия и организации отреагировали на замечания. Для злостных нарушителей предусмотрены штрафы. Подробно о них рассказал ответственный секретарь административной комиссии Дмитрий Спиридонов. Но не так страшен штраф, как ответственность за допущение несчастных случаев, напомнили участникам заседания. Коллеги, давайте правильно понимать ситуацию. Вот у нас уже случай в 2019 году произошел, да, мальчик пострадал. Слава Богу, он жив остался. Много вопросов было в части содержания многоквартирных домов. Управляющие компании признаются, с объемом не справляются, специалистов мало. Причем по условиям охраны труда не всегда можно выполнять высотные работы. Так что немаловажным остается бдительность самих граждан. Рекомендуется быть осторожными при прохождении возле зданий и сооружений. В ходе заседания поступили также обращения о необходимости вывоза снега на некоторых участках. Айгуль Мухаммедчина, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС.